Мы сейчас с вами снимем мерочки. Вот у нас Юля. Юбочку будем шить на Юлю. Юля одела на талию поясок. Это резинка, широкая резинка. И посмотрите, конечно же, резиночка не на талии, она немножко ниже, потому что Юля предпочитает юбку носить в этом месте. Поэтому и мы вам тоже советуем поясок разместить там, где вы будете носить юбку. Все, поехали. Измеряем обхват талии. Просто на том месте, где у нас находится резинка. Записали. Измеряем обхват бедер. Посмотрите, это в самом широком месте. Сзади это наиболее выпуклая часть ягодиц. Мерка сантиметровой ленты расположена горизонтально. Ну и еще сразу давайте заметим, что примерно на ширине ладони находится мерка вот эта от талии, по вертикали. Примерно вот если вертикально вот так ладонь расположить, не, даже меньше, поскольку мы опустили, ну, примерно на длину пальчиков. Это сантиметров 8-10, наверное. И теперь последняя мерка. Это длина юбки. Меряем следующим образом. Ноль. Видите, Юля бросила вниз. И теперь наверху, в районе талии, мы замечаем, до какого бы расстояния у нас юбка. 85, да, вот такое. Ага, ну, прекрасно. Длина юбки 85 сантиметров. Все, три мерки, которые нам нужны, мы сняли их. У нас следующий этап с вами, шитья юбки. Сейчас мы с вами сделаем выкроечку. Давайте посмотрим. Вот такая табличка. Мы сняли мерки. Сейчас их пересчитаем для чертежа. Обхват талии 75, обхват бедер 92, длина юбки 85. В первую колоночку делим на 4. В первой колонке цифры. Обхват талии поделим на 4 примерно в 18,5. Миллиметры вообще откидываем, не смотрим на них. Обхват бедер поделили на 4,23. Длину не трогаем. Дальше. Для того, чтобы нам построить выкроечку, мы клин сделаем симметричный. И нужно будет поделить еще на два. То есть мы сразу будем строить юбочку. Сейчас покажу. У меня готов клинышек маленький. Вот он, видите? Вот он. То есть у нас вот эти мерки для построения одного вот такого клинышка. Но строить мы его будем, сложив пополам. Вот так. Поэтому нам нужно будет мерки ширины вот этой. Мы еще раз разделим на 2. 18,5 разделить на 2 будет 9. Уменьшим в меньшую сторону. Потому что на талии пусть будет потуже. Обхват бедер. Вот 23 делим на 2. Получилось 11,5. Но увеличим в большую сторону, чтобы была большая свободка в районе бедер. Все. Нам вот эти данные нужны. Сейчас будем строить. Я свернула вот так лист бумаги пополам. И начинаю строить. Сейчас прям почти от верхнего уголка. Смотрите. Вот отсюда. Я ставлю здесь точечку. Прорисовываю перпендикуляр. Я делаю все это в уменьшенном масштабе. 1 к 10. У меня такая линеечка специальная. А вы будете строить этот натуральный масштаб. Я... Вот это будет точка 0. Вправо на перпендикуляре откладываем вот эту величину. 9. Мерку по талии. Вот она у меня. 9 сантиметров. Дальше. Вниз от талии мы проводим 10 сантиметров. Примерно 9-10 сантиметров. Расстояние как бы примерно равное ширине ладони. Это место, где у нас будет бедро. А вот отложить вниз нужно от 10 до 18 сантиметров. Смотря где у вас расположена будет юбка, пояс на юбке. Вы видели в видео, что у нас пояс как раз на ширину ладони примерно 10 сантиметров. У вас будет другое расстояние. Вот я здесь подпишу 10 сантиметров. И на этом перпендикуляре откладываем мерку по бедрам. У нас мерка 12 сантиметров. Вот у меня вот так будет. Дальше. От точки 0 вниз откладываем длину юбки 85. Вот я откладываю 85. И провожу еще один перпендикуляр. Вот так сейчас я провожу. Теперь нужно рассчитать, какую ширину мы здесь будем откладывать. Как мы это рассчитаем? Мы в ширину ткани... Вот смотрите, у меня вот это вот полотно. Мы в ширину ткани должны вместить буквально все 4 детальки юбки. Поэтому ширина ткани... Вот у меня макет сделан 15 сантиметров. Это 150 сантиметров, допустим. И нам нужно его поделить на 4. 150 разделить на 4. Это примерно 18 сантиметров. Поэтому я здесь откладываю примерно 18 сантиметров. Вот так. И что мы имеем? Вот смотрите. Мерка по талии, мерка по бедрам и мерка к решению по линии низа. Теперь мерку бедер. Уровень бедра и линии низа мы соединяем одной линией. Ровной. Важно вот эту линию сделать ровно по линейке. Вашей юбочке. Это гарантия того, что клинушки будут лежать красиво. А от расстояния от талии до бедра проводим вот такой, соединяем плавной линией. Вот. Не выпуклой, просто плавной. По линейке не надо. У нас все-таки с вами тело. И здесь углов не должно быть. Просто плавной линии. Вот в точке ноль вниз опустимся примерно на полсантиметрика. Маленький размер, 3 миллиметра. Если размер побольше, то до 5 миллиметров. Дальше что еще сделаем? Сейчас выровняем линию низа. Она у нас получится уголками, как бы опущенными вниз, если мы сейчас этим не займемся. Смотрите. Я измеряю расстояние от уровня бедра до низа. Вот у меня получилось столько. И сейчас от уровня бедра здесь вот это же расстояние откладываю. Вот у меня вот так. И у меня получается, что чуть-чуть приподнимается боковиночка. Мы еще с вами рассуждали, что у нас будет цельнокроеный пояс, к которому мы пришьем резиночку. И вот это будет у нас верхний край, лежащий на талии. Вот это пойдет уже ниже талии. То есть юбочка сама будет ниже талии, а край будет лежать на талии. Мы вверх докраиваем сейчас, дорисовываем, достраиваем пояс. У нас пояс шириной 3 сантиметра. Помните, мы измеряли ширину резинки. Если у вас резинка 5 сантиметров, достраивайте вверх 5 сантиметров. Ну, мы достраиваем 3 сантиметра. Я вот примерно так делаю. И буквально здесь 3 сантиметра вверх, здесь 3 сантиметра, здесь. И проводим линию. Она тоже немножко будет такой изогнутой формы. Так как у нас три кота, что он легко принимает вот эти все плавные формы. Все, мы сейчас вот этот клин вырезаем. У вас он уже будет сделан, выполнен из кальки или на миллиметровке в натуральную величину. Я пока сейчас делаю схематично, для того, чтобы мы смогли оценить расход ткани. Точно такой же вырезала второй клин, просто обвела. Зачем мне нужно 2 клина, чтобы я могла выполнить макет раскладки на ткани? Смотрите, что делаю дальше. У меня вот такой лист бумаги. У него ширина 15 сантиметров. Как раз примерно ширина той ткани, которую мы будем брать. 150 сантиметров. Макет 1 к 10. Я складываю пополам, так как мы будем кроить в таком виде, используя бы сгиб ткани. И мне дальше сейчас нужно вот эти 2 клинышка уложить вот так рядом друг с другом. И я предполагаю, что у меня будет раскладка. То есть у меня будет практически вмещаться юбочка. Видите? У меня получилось, что ширина юбки клина внизу широковата, не вмещается. Но мы сделаем чуть-чуть поуже. Сделаем 17 сантиметров клещения. Сейчас срежем еще. И я смотрю, что я вот так вкладываю вот сюда 2 детали юбки. Подгибки низа у меня не будет. Достраиваю внизу перпендикуляр. Вот перпендикуляр. Вверху у меня тоже как бы припусков на подгибку не нужно. Ну, хотя бы полсантиметрика я оставлю. Вот я их расположила. И точно так же я буду кроить на ткани. И теперь я что делаю? Я теперь беру и измеряю вот эту длину, которая у меня получилась. Вот у меня получилось примерно 88, наверное, сантиметров. То есть, скажем, 90 сантиметров ткани мне хватит для шитья вот такой юбки. И если у вас юбочка большего клещения и больший размер, я вот сейчас схематично выкрою. Ну вот, к примеру, вот так. И точно так же сейчас сделаю 2 детальки юбки. И мы с вами посмотрим, что у нас может в одну ширину юбка-тоскрешение не войти. Тогда мы будем рассчитывать ткань по-другому. Смотрите, вот у меня, например, такая ширина юбки. И она, мы видим, что не входит в одну ширину. Видите, как раз только клин один входит. Ну, вернее, мне нужно будет один клин в половиночку в согнутом виде. Тогда мне нужно будет кроить юбку из двух длин. Видите? Я укладываю вот на макете вот так две длинные юбки и измеряю. Вот. Мне тогда потребуется, скажем, вот столько. Если у меня длина юбки 85 сантиметров, то тогда у меня расход получается 170 сантиметров. Видите? Вот так померили. И у меня получаются четыре вот такие детали. Я ткань разверну и выкрою четыре детали. Я еще что хотела показать. Поскольку у нас замша имеет направление, то для маленький размер, вот как выгодно иметь небольшой размер. На маленький размер можно выкроить две юбки из двух длин ткани. Смотрите как. А вот одна не получается. Ну, скажем... Эх, я маленько отрезала. Вот одну юбочку мы выкладываем вот так. Ну, и, скажем, вторая уже сюда деталь не вмещается. Вот немножко не входит. Мы делаем что? Мы краим вторую юбочку вот сюда выкладываем. Заметьте, что я долевую на юбке располагаю параллельно сгибу ткани, параллельно кромке. Я об этом буду подробно говорить в раскрое. Вот я расположила юбочку. А вторую, это у меня получается, смотрите, раз-два деталь, и три-четыре, потому что эта ткань в два слоя сложена. А вторые детальки юбки я располагаю вот так. То есть вы можете с подружкой купить две длины ткани и сшить две юбки из замши. Если у вас у обоих маленький размер. У нас так девочки-ученицы иногда делают. И экономия получается, и вместе время весело провести. Вот, видите, получается, что одна юбка скроена в направлении замши, скажем, вот так направление. И вторая юбка, у нее детали расположены, будут скроены в одинаковом направлении. То есть вот эту ткань на одну юбку мы не можем потратить, потому что получается клиния в разные стороны. Все, я вам показала раскладку, как сделать две юбки, выкроить из двух длин, сохраняя направление. Я вам показала, как рассчитать ткань, если у вас входит в одну длину юбки. И если у вас не входит в одну длину юбки, мы с вами рассчитали ткань. Вы теперь это сможете сделать самостоятельно. Мы с вами рассчитали нужное количество ткани. Теперь вы это точно сможете сделать и не купить лишнюю ткань. Допустим, вы уже все купили материалы, купили ткань, и нужно ткань подготовить. Если вы купили замшу, замшу можно, конечно, не стирать. И даже не декортировать, не утюжить с паром перед шитьем. Но, вот честно говоря, я свою ткань стираю всю. Меня немножко как бы напрягает, что ли, магазинное вот это покрытие ткани. И практически почти все ткани, пожалуй, кроме пальтовых, я не стираю, только пальтовые не трогаю. Замша после стирки немножечко убирает свое вот это напряжение ткани, полотна. Потому что, когда ткань производят, его натягивают на специальные катушки большие, покрывают каким-то раствором, чтобы оно не слеживалось, не скатывалось, там еще какие-то нюансы для сохранности ткани. А когда мы начинаем пользоваться этой тканью, она расслабляется, принимает немножко другую форму. Отсюда, кстати, особенно в трикотаже, вот нам знакомые проблемы с перекручиванием бочков, например, у футболок. То есть это вообще такая проблема распространенная. У замши, конечно, это не так сильно, и большинство тканей замши не подвержены никаким таким изменениям. Но на всякий случай можно и выстирать, добавляя кондиционер при стирке. Вопрос хочу обсудить, как сушить ткань. Если вы совсем новичок, для вас может оказаться неожиданным, что ткань нельзя вот так повесить, например, на дна угол двери и сушить большой объем ткани. Обязательно ткань нужно сушить в расправленном виде, желательно с сохранением долевой, чтобы долевая висела вниз, а не наоборот, не развешивая поперек ткань. Чтобы не было дополнительного растяжения ткани. То же самое касается и джерси. Вот у нас отрез джерси вот такой красивый. Мы ее стирали тоже ткань, она даже после стирки у нас не помялась, ее даже не нужно будет потом утюжить. Ну вот самое главное, я сказала, что готовьте вашу ткань к раскрою, поутюжьте или постирайте, если это нужно, либо ничего не делать. Смотрите сами.